Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мои друзья! В эфире передача о церковно-славянском языке. Давайте сейчас все вместе помолимся Богу и начнем наш урок. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Друзья, сегодня у нас заключительное занятие, посвященное словам на букву Слово. Мы с вами уже узнали много интересного. А сегодня я расскажу вам о слове ТИТЛе. Для тех ребят, которые только недавно стали заниматься с нами, повторим, что такое ТИТЛа. ТИТЛа, друзья, это особый знак. Знак сокращения слова. Слово сокращается на одну или несколько букв. А над той буквой, рядом с которой произошло сокращение, ставится знак ТИТЛа. Вот так. Бог. Молитва. Слово только пишется сокращенно. А читается, конечно, полностью. Дух Неба. Это слова под простым титлом. А есть еще и буквенные титла. Когда в слове пропускается сразу несколько букв, то одна из них обычно подписывается под волной титла. И тогда титул называется по имени буквы, которая под ним подписана. Мы с вами уже умеем читать слова с некоторыми буквенными титлами. Вот, например, слова с ДОБРО титлом. Под знаком титла буква ДОБРО. БОГОРОДИЦА, ВЛАДЫКА. А вот слова с ОН титлом. Под знаком титла буква ОН. ТРОИЦА, ПРОРОК. А сейчас давайте посмотрим, какие слова в богослужебных книгах печатаются под слово титлом. И научимся их читать. Написание самого главного из них нам уже давным-давно знакомо. Это слово Господь. Здесь слово титла стоит над буквой ДОБРО. Друзья, запомните. Слово Господь по-церковно-славянски всегда пишется под титлом. И все формы этого слова, и все однокоренные слова. Господь, Господи, Господень, Господство. Всегда, когда речь идет о нашем Творце и Спасителе. Под титлом всегда пишется и имя Божие Христос. А также все формы этого слова и однокоренные слова. Например, Христе, Христов, Христианин. Да, друзья, слово Христианин по-церковно-славянски звучит именно так, с ударением на А. Ребята, вы можете взять бумагу и карандаш и записать другие слова, которые в богослужебных книгах обычно пишутся под слово титлом. Итак, это существительное «воскресение», прилагательное «воскресный» и глагол «воскреснути». Существительное «милость», а также родственные ему другие части речи. «Милостивый», «умилостивите» и так далее. «Апостол» и «апостольский». Существительное «крест» и именование святого пророка Иоанна Предтечи «креститель» тоже пишется под слово титлом. Давайте запишем еще несколько слов. Ребята, многие слова в церковно-славянском языке могут писаться как под обычным, так и под буквенным титлом. Вы, наверное, уже сами заметили, что, например, слово «богородица» пишется как с простым титлом, так и с добро-титлом. Также и слово «небесный» встречается и с простым титлом, и со словом «титлом». И слово «божественный» тоже может сокращаться по-разному. Друзья, у титла есть еще одна очень интересная и важная роль. Оно помогает нам отличить разные значения одинаковых слов. Титла ставятся прежде всего над теми словами, которые обозначают высокие священные понятия. Так вы помните, что слово «бог», знаменующее нашего истинного бога, пишется под титлом. А вот если это слово написано без титла, то имеется в виду не истинный бог-троица, а боги-языческие, идолы. Так и со словом «страсть». У него два значения. Страсть как грех, порок, злая привычка. И страсть – страдание, мучение. Так вот, ребята, если слово «страсть» употреблено в значении «грех», «порок», то оно пишется без титла. А вот когда имеется в виду страдание, то под титлом. Господи, исцели страсти души моей я. Просим мы Господа избавить нас от грехов, от злых привычек нашей души. А вот как мы напишем словосочетание «страсти Христовые». Страстная седьмица. Слово «страсти» «страстная» пишется под титлом. Ну и в заключение, друзья, о цифровом значении буквы слова. Как вы помните, буква «рцы» под титлом обозначает число «сто». А буква «слово» – догадались? Правильно, двести. Ну, вот и все на сегодня. Настало время прощаться. Всего вам самого доброго, друзья. И да хранит вас Господь.